Друзья, в мире происходят вещи, о которых мы, как люди с большой аудиторией, не можем не говорить. В США сейчас проходят огромные протесты против разизма из-за случившегося. Полицейский удушил афроамериканца Джорджа Флойда, который ни в чем не был виноват. И вы заметили, что мы поставили аватарки в поддержку этого? Многие не знают, что означает «черный кулак». В общем, раньше это был знаком борьбы за права ценокожих, но сейчас это, в принципе, уже означает «толерантность». Поэтому вы видите, как в ТикТоке почти каждый второй уже с этой аватаркой. Да, и я на самом деле очень рада, что многие наши подписчики, ну, смотря этим комментариям, они ставят эти аватарки. И как бы они младше нас, и они уже как будто понимают это и толерантно тоже относятся ко всем людям. И это очень круто, я считаю, это правильно. И мы очень рады, что с помощью этих аватаров мы можем просто показать и рассказать что-то новое для вас, если кто-то не знал. Потому что даже наши некоторые участники не знали об этой истории, пока мы не рассказали им. Поэтому об этом нельзя молчать. В нашей команде есть люди, у которых разные корни, мы все с разных уголков земли, и, ну, все должны понимать то, что расизм – это плохо. Обязательно общайтесь со своими родителями. Если родители как-то неправильно говорят, переубеждайте их, потому что, да, у нас может быть разный цвет кожи, мы в разных местах все родились, но мы все одни, мы люди. И это не делает кого-то хуже или лучше абсолютно. Да, в 2020 году я считаю, что равноправие должно быть максимальным, насколько оно возможно, и мы не должны судить людей по цвету кожи. Если я родился белым, это не должно быть как привилегии моей, потому что все люди равны. И вы можете сказать, что эти конфликты относятся только к США, но нет, в России также много людей и много разных национальностей. Много людей приезжают сейчас в Москву из разных уголков мира, и мы должны помнить, что расизм – это ужасное зло, потому что люди из-за этого струдают. И на самом деле, что сейчас творится в Америке, это хорошо с одной точки зрения, то, что все люди вышли в защиту не только афроамеликанцев, но в принципе вышли против расизма. Но это очень плохо, что они разрушают все магазины, машины, устраивают полный беспорядок. Я считаю, что не таким путем нужно решать проблему. Да, вроде с одной стороны они пытаются добиться какой-то реакции от властей, как я понимаю, рушая все, чтобы люди это как бы замечали, но мне кажется, что это можно сделать каким-то другим способом. Это вообще не выход, и очевидно, что некоторые люди просто используют эту всю ситуацию себе как выгоду, потому что некоторые люди начали там, не знаю, крушить Apple Store, забирать себе айфоны. Это не борьба с расизмом, никакая. Это просто беспорядки и использование ситуации, сложившейся вот в США, как выгоду для себя. Мы должны говорить о расизме, мы должны выходить на улицу, если существует какая-то проблема. Мы не должны вести себя как вандалы, это неправильно. Обязательно общайтесь со своими близкими, друзьями. У меня, например, друг Треван, который уже здесь 10 лет живет в России, и поверьте, он сталкивался с огромным расизмом, особенно 10 лет назад, да и сейчас. Он снял целое видео, где он говорит, что его там дети смеются на улице, спрашивают у него, ой, а как ты моешь голову, ой, а что это за разными словами называют, которыми неправильно называть. И родители как бы, да, соглашаются с детьми, и то есть с самого детства учат ребенка тому, что неправильно. В России вообще культура вот этого расизма не очень развита, и люди просто некоторые не понимают, что это такое. Очень многие, на самом деле, не понимают. То есть очень много людей на улице, которые там как-то смотрят косты и так далее. Мне кажется, блин, это очень важно, чтобы родитель донесил до ребенка такие важные вещи, как бы... Всемирная проблема. Как раз аватарки помогают. Задуматься, хотя бы задуматься. Хотя бы задуматься. Да, не думайте, что мы просто так поставили аватарки, потому что это сейчас там обсуждаем, и мы тоже хотим быть к этому причастны. У нас реально много как бы знакомых афроамериканцев, и в команде у нас люди, есть тоже разных наций и так далее. И мы это говорим не просто так, потому что мы хотим, чтобы нас обсуждали, а потому что действительно это в какой-то степени, ну, рядом с нами, это все вокруг нас. Расизм всегда был вокруг моих друзей, знакомых. Я постоянно их защищал. Я даже один раз получил по голове за то, что я защитил моего друга в Киеве, которого там на улице обозвали. Я сказал, эй, ты чего? И меня мужик ударил по голове просто. Поэтому будьте осторожны, будьте аккуратны. И правильно вообще об этом говорить и доносить это все до людей с любого возраста, потому что что люди видят в детстве, так они и вырастают такими. Они вырастают, по примеру, родители, по примеру, их кумиров, их любимых блогеров, певцов, и мы не должны об этом молчать. Судя по сложившейся ситуации в Америке, хочу вам напомнить, что нет плохой нации, есть только плохие люди. И эта ситуация не говорит о том, что все темнокожие плохие или нет, или все полицейские плохие, или наоборот. Все нормальные, просто есть индивиды, которые вот отличаются своей. Да, на самом деле много видосов, где полицейские стоят вместе с людьми на улицах и тоже держат всякие таблички с надписями и так далее, с лозунгами. И это на самом деле очень круто, что люди поддерживают, даже несмотря на то, что ты полицейский, ты должен людей отгонять, ты становишься на их сторону, ты как за правосудие. Мне кажется, это очень важно. Пожалуйста, ребят, задумайтесь об этом, потому что это все вокруг нас, и мы все должны понимать, что все равны. Спасибо, что нас выслушали. Спасибо. Спасибо.